Александр Левковский Рассказ называется «Десятая муза». В старые советские времена моё рабочее утро обычно начиналось с внезапного толчка в плечо. Это Наталья будила меня, бесцеремонно прерываемый сладкий утренний сон. Где мне грезилась всемирная слава великого художника. Что-то вроде помеси Эль Грека с Микеланджело Буонаротти. Пока я пью чай, не спеша просматривая то ещё четырёхстраничную правду, Наталья сидит напротив меня со своим неизменным блокнотом и говорит. «Валя, сегодня у нас пять заказов». Так много невнимательно реагирую я, продолжая читать список награждённых государственной премией. «И когда их надо выполнить?» «За пару дней. Вчера позвонили из совхоза и срочно заказали двух Лениных, одного Энгельса и двух Марксов». «Из какого совхоза? Завета Ильича или Зов партии?» «Какая тебе разница? Оба платят одинаково». «Заветы придираются меньше, чем Зов», — возразил я. «Помнишь, в прошлом году директору Зова не понравилась улыбка Ленина?» «Недостаточно широкая», — заявил этот знаток искусства. «И нет искорки в глазах». «Пришлось мне растягивать рот Ленина в широченную улыбку и добавить белила в его зрачки. Для искорок». Наталья ухмыльнулась. «Скажи спасибо, что мы живём в 77-м году при Брежневе, а не в 37-м при Сталине. Если б ты Иосифу Истарионовичу намалевал глаза без искорок и директор совхоза донёс бы на тебя, ты бы загремел на коламулет на 10 за искажение образа великого вождя». Я подвинул Наталье газету и ткнул пальцем в список новых лауреатов государственной премии. «Смотри, Серёжка Бессонов получил премию третьей степени». «Серёжка?» — возмущённо вскричала Наташка. «Это бездарь! Это ничтожество! Он же не знает, в какой руке держать кисть! Я в институте поправлял ему все эскизы! За что же ему премию дали?» Тут сказано «За художественное оформление Дворца культуры Челябинского тракторного завода». «Ну что ж», — презрительно поморщилась Наталья. «В этом есть смысл. Тупой Серёжка всегда умела малевать машину лучше, чем людей. Бывало, нарисуй болт или гайку, залюбуйся. Представляю себе, какие тракторы, танки, комбайны и сенокосилки он намалевал на стенах этого дворца». «Ладно», — сказал я. «Бездарный Серёжка пусть получает из рук Брежнева государственную премию, а талантливый Валентин пойдёт писать портреты вождей». Я допил чай и подошёл к Мольберту. Надо отдать Наташке должное. Подготавливает мне рабочее место идеально. Она встаёт утром на два часа раньше меня, завтракает и готовит завтрак для меня. Ставит треножник, водружает на него подрамник, который она сколотила накануне, готовит десять красок для палитры, белил, кадмиев, кобальтов, отдёргивает шторы и будет меня. Мне остаётся только взять в руки кисть и начать творить. Но творить я не хочу. И не только не хочу, но уже, наверное, не могу. Но посудите сами. Я уже десять лет пишу только портреты вождей мирового пролетариата, Маркса, Энгельса и Ленина. Ничего и никого, кроме этих трёх близнецов. И за дня в день. Иногда по пять портретов за день. Дошло до того, что я насобачился рисовать их почти не глядя на холст. То есть почти вслепую. Ну, как крупные шахматисты играют не глядя на доску. Зачем мне, например, глазеть на холст, молюя такие привычные места, как Лысина, Ленина, усы Энгельса или брата Маркса. Кстати, насчёт марксовской бороды. Наташка подсунула мне однажды книжку Герберта Уэллса «Россия во мгле». И мы хохоча прочитали там такие строки о Марксе. Около двух третий лица Маркса покрывает борода. Широкая, торжественная, густая, скучная борода, которая, вероятно, причиняла своему хозяину много неудобств в повседневной жизни. Своим бессмысленным изобилием она чрезвычайно похожа на капитал. И то человеческое, что остаётся от лица, смотрит поверх неё с авиным взглядом, словно желая знать, какое впечатление эта растительность производит на мир. «Как они хотят Ленина? Анфас или в профиль?» спросил я. «В профиль!» «Молодцы!» – похвалил я. «В профиль Ильича писать лучше и быстрее. Во-первых, надо рисовать один глаз, а не два. А во-вторых, контур его лысины в профиль я знаю наизусть». Иногда Наталья достаёт мне заказы и на других вождей. К примеру, недавно Институт метеорологии Академии наук захотел повесить в их вестибюле Суслова во весь рост. Или литовцам в позапрошлом году понадобился портрет их Снечкуса по дешёвой цене. Но я, честно, не люблю эти заказы. Возьми много, да и физиономии у этих полувождей какие-то постные, блёклые и стёртые. А вот на днях мне приснилось, что Наташка достала мне два великолепных заказа на Гитлера и Муссолини. Ах, какой это был прекрасный сон! Вот у кого морды не постные, не стёртые. Как вдохновенно я рисовал чёлку и усики фюрера. Выпечены губы полубезумный взгляд Дучи. Мечта художника. Но хватит вспоминать сновидения. Пора начинать вкалывать. Я взял кисть и приступил к работе. Наталью я встретил 11 лет тому назад. Было это так. Я стоял на верхней ступени стремянки перед фасадом кинотеатра «Россия», нанося последние мазки на холст с белозубой улыбкой Людмилы Гурченко. Был канун Нового года, и во всех кинотеатрах страны ожидалась карнавальная ночь. Я мазнул белилами по гурченковским зубам и вдруг услышал чей-то возглас снизу. «Молодой человек! Эй, молодой человек!» Я глянул вниз. Ржеволосая девушка стояла, держась за мою лестницу, и вежливо говорила. «Товарищ художник, позвольте заметить, что два передних зуба у Людмилы Гурченко написаны вами не по центру. Они смещены, я думаю, на полсантиметра». «Гражданка», хмуро заметил я. «Шли бы вы? Своей дорогой!» Она засмеялась. «Я к вашему сведению художник», сказала она, «и глазомеру мне первоклассный». «Если я говорю не по центру, значит, для вашей же пользы уберите ее два зуба и напишите их заново». Я спустился с лестницы, сунул ей в руки кисть и сказал, «Давайте, лезьте наверх, посмотрим, какой вы художник». К моему удивлению, рыжая девица быстро взобралась на лестницу и за пару минут вернула передние зубы Гурченко, точно под ее взернутый носик. За этот подвиг я угостила ее горячими растягаями с ларька на белорусском вокзале, а она в ответ пригласила меня на чашку чая в ее однокомнатную хрущевку на Ленинградском шоссе. И эта крошечная хрущевка решила все. Я ведь два года подряд после окончания Строгановки жил в общежитии ремесленного училища, где заниматься живописью среди сочного мата и круглосуточной пьянки было абсолютно невозможно. И для меня отдельная квартира казалась просто хрустальным дворцом. Я понял, что в этой комнатушке решится моя судьба. И она решилась. Через три месяца я переехал к Наталье, и моя жизнь круто изменилась. В моей жизни впервые появился уют. Мягкая теплая постель, дымящийся утренний кофе, носки без дыр и трусы с нерастянутой резинкой. И к тому же радости медового месяца. Это новое для меня ощущение комфорта наполняло меня желанием творить. Ведь я же дипломированный художник. Я окончил престижное Строгановское училище. Чем я хуже клоуна Сальвадора Дали с его идиотскими расплавленными часами или Пабло Пикассо с его примитивной герникой? Я напишу такую картину, что весь мир ахнет. Я прославлюсь во веки веков. Это будет монументальная вещь, нечто вроде явления Христа народу или Микеланджеловской Сикстинской капеллы. Наташа, — говорил я, — мне видится, например, картина под названием «Освобождение Освенцима». Мрачные башни газовых камер, закопченные печи, где жгли трупы, толпы спасенных узников в полосатых куртках, истощенные лица, кровь и слезы, советские танки и танкисты-спасатели. Мы с Натальей сколотили гигантский подрамник, натянули холст, и я ринулся писать эскизы будущего шедевра. Проработав без перерыва с эскизами часов в десять, я валился обессиленный в постель и засыпал. Наутро я говорил Наташе, «Вспомни старого художника Бермана в последнем листе о Генри. Он умер, рисуя свой шедевр, свой последний лист под ледяным проливным дождем». А Микеланджело, лежа на спине, ежедневно в течение четырех лет он расписывал гениальными фресками купол Сихстинской капеллы. Вот как создаются шедевры. А ты ругаешь меня за мою одержимость. Но на двадцати-тридцати эскизах дело и закончилось. Увы, надо было зарабатывать на жизнь. Денег ни у меня, ни у Наташки не было. Возвращаться к рисованию киноартистов мне не хотелось. Платили там плохо и нерегулярно. И работать надо было на улице в любую погоду. Было одно только преимущество. Бесплатное посещение кинопремьер. Но ведь на этом хлеба с маслом не купишь. Короче, я отложил на время создания шедевра и сунулся вначале малевать вывески для продовольственных магазинов. Потом меня наняли рисовать рекламные щиты, с которых москвичи могли бы вдохновляться вот такими откровениями. Витаминами богатый, свежий вкусен сок томатный. Рыбный суп, пирог, тевтели, заливное фрикадели из трескового филе перед вами на столе. Наташка к тому времени стала подрабатывать, малюя копии знаменитых пейзажей и продавая их по воскресеньям на барахолке. Особенно ей удавались утро в сосновом лесу Шишкина и золотая осень Левитана. В удачный месяц она умудрялась сбывать до трех Шишкиных и пяти Левитанов. Мы с трудом сводили концы с концами, но, к счастью, Наталья пришла в голову мысль писать портреты вождей мирового пролетариата. «Ведь мы живем в стране будущего коммунизма», убеждала она меня. «Каждый богом забытый сельсовет имеет председателя, а председатель имеет кабинет, и кабинет должен быть украшен коммунистическим вождем». В общем, Наташка стала в перерывах между Шишкиным и Левитаном добывать для меня заказы на Маркса, Энгельса и Ленина и только сожалела, что нет сейчас моды на фотогеничного Сталина. Когда мы, обалдевшие от вождей, пейзажей лежали в постели, она мечтательно говорила, «Приосифе Виссарионовиче ты бы мог написать что-нибудь патриотическое на манер знаменитого «Утро нашей Родины», где товарищ Сталин стоит, глядя задумчиво вдаль, а слева и справа от него, купаясь в лучах восходящего солнца, дымят мощные заводы и колосятся тучные поля. И заработал бы ты кучу денег, и стал бы ты лауреатом Сталинской премии». Но не стал я лауреатом, и жили мы скудно, словно церковные крысы, аж до прихода гласности и перестройки, когда простое и такое привычное безденежье превратилось для нас в жуткую нищету. Спрос на вождей мирового пролетариата полностью испарился, и нельзя было понять, что вытворяют со страной новоявленные вожди надвигающегося капитализма. Наши с Натальей доходы упали почти до нуля. И тут неуемной Наташке пришла в голову блестящая мысль заняться татуировкой. Валя, говорила она, ты посмотри вокруг, в чем проявляется в нашей стране свобода, демократия и рыночная экономика? Прежде всего, в облике людей. Девицы с кольцами в носу, в языке, в бровях и даже в пупке это сейчас нормальное явление. Для мужика появиться на людях без маломальски приличной татуировки это просто неприлично. Ты художник, ты сможешь преуспеть в этом бизнесе. Короче, вставай с дивана и поехали к Джозефу. Он владелец татуировочного офиса и объявляет набор студентов. Это стоит не дешево, но я уговорила тетю Клаву одолжить нам пару тысяч. Вставай! Офис Джозефа назывался Десятая муза. Мы, новоиспеченные студенты, сидели и слушали нашего учителя, высокого тучного американца с мощными бицепсами, покрытыми татуировкой и обширной лысиной, завершающейся на затылке длинным пучком волос. Кого только не заносит мутная вода перестройки на нашу многострадальную родину. Господа, говорил Джозеф с сильным акцентом, Как вам должно быть известно, древнегреческих муз покровительниц искусств было девять. Но, к сожалению, не было среди них муза татуировки, этого прекрасного вида искусств, покоряющего сердца миллионов людей на всех континентах. Поэтому я провозгласил пришествие Десятой музы, слогами которой я и приглашаю вас стать. Давайте назовем эту музу простым именем Татуу. Он зааплодировал, и мы вслед за ним неуверенно похлопали в ладоши. «Когда я воевал во Вьетнаме», продолжал Джозеф, отхлебнув виски из пол-литровой фляжки, «я покрыл татуировкой тела тысяч моих соотечественников, боровшихся с коммунистическим монстром Хо Ши Мином. К несчастью, многие из них погибли в джунглях и унесли в могилу мои прекрасные татуировочные образцы. Короче, к концу первой лекции нам стало ясно, что наш учитель порядочный фантазер. Но что нам до этого, если он на самом деле крупный специалист по татуировке? И вскоре мы убедились, что новая муза-тату может по праву гордиться ее создателем, толстым американцем Джозефом. За три недели он обучил нас таким тонкостям татуировочного искусства, о которых простые смертные даже не подозревают. Мы узнали все виды красителей, изучили подробные инструменты татуировок, тату-машинки, ручки-держатели, татуажные аппараты, татуажные пигменты и натренировались до умопомрачения в различных видах нанесения рисунка и узора на человеческую кожу. Меня Джозеф приметил буквально через неделю. «Ты, говорят, дипломированный художник», сказал он и расстегнул рубаху на своей жирной груди. «Вот здесь я хочу, чтобы ты наколол мне Мону-Лизу». «Кого?» «Мону-Лизу», Леонардо да Винчи, повторил он. «Если справишься, я возьму тебя к себе партнером, и мы откроем с тобой салон художественного татуажа». Я посмотрел на его грудь. Ее обширное безволосое пространство было вполне достаточным для татуажной презентации знаменитой Моны-Лизы. Я пожал плечами, взял в руки тату-машинку, положил перед собой копию великой Джоконды и приступил к работе. К концу третьего дня законченная мною Мона-Лиза загадочно улыбалась восхищенным зрителям с груди Джозефа, как бы напоминая нам, что именно так и должна выглядеть красавица-богиня тату. Так я стал партнером Джозефа и впоследствии совладельцем салона «Десятая муза». И моя Наталья оказалась права. Я преуспел в этом бизнесе и мы с ней стали богатеть не по дням, а по часам. Когда же через два года Джозеф скончался от неумеренного потребления виски, бренди и русской водки, я стал полным владельцем «Десятой музы». Я нанял нескольких безработных художников, и мы, работая в две смены, разрисовывали груди, спины, руки, ноги, животы и все остальные места наших заказчиков и заказчиц полноценной художественной татуировкой. Мы никому не отказывали. Любителю изящной словесности мы наносили на спину первой строки реквиема Анны Ахматовой. Бывшему директору строек коммунизма, а ныне крупному банкиру я лично разрисовал грудь и полживота панорамой Магнитогорского металлургического комбината. Мускулистые тела наголо обритых ребяток из неонацистской партии мы покрыли свастиками и фашистскими флагами. На исхудавшую кожу одного из членов возродившейся коммунистической партии мы накололи знакомые мне до боли портреты Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. А одной девице с расстрепанной разноцветной шевелюрой я нарисовал стрелку ведущую от горла вниз надписью Enter что в переводе на русский означает Войдите. В пятом году мы с Наташкой настолько разбогатели что нам ничего не стоило купить пятикомнатную квартиру около Таганской площади и внести за даток за строящуюся усадьбу на Рублевском шоссе. Мы стали постоянными посетителями самых шикарных московских ресторанов. Мы стали ездить на заграничные курорты в испанскую Коста-Браво в чешские Карловы-Вары и в доминиканскую Пунта-Кана. Мы купили блестящий белый Мерседес. Мы были счастливы. Наше счастье внезапно окончилось в один пасмурный летний полдень когда к нам в студию постучались две старушки. Они были на удивление похожи друг на друга невысокие брюнетки восточного типа с вьющимися совершенно седыми волосами. Был обеденный перерыв и мы с Натальей находились в студии одни. Мне кажется, сказал я старушкам, вы ошиблись дверью. Здесь делают татуировки. Вас не интересуют ведь татуировки, верно? Напротив, сказала одна из них, нас очень интересуют татуировки. Не в том смысле, сказала другая, чтобы сделать нам какие-нибудь новые рисунки, а чтобы ликвидировать наши старые. Вы рекламировали, что у вас есть лазерный аппарат для снятия татуировок. Я посмотрел на них с удивлением. Они сидели напротив нас в креслах и смущенно улыбались. Наташа принесла им по чашке чай с печеньем и сказала, покажите нам ваши татуировки. Старушки с готовностью закатали рукава и протянули к нам свои левые руки. На них четко синили две крупные цифры 53 644 и 53 645. У меня перехватило дыхание. Прямо передо мной живые улыбающиеся пьющие чай с печеньем сидели бывшие узницы Освенцима, персонажи моего давно забытого ненаписанного шедевра. Мы с Розой рассказывала одна из них, макая печенье в чай, лежали на соседних нарах в бараке номер 80. Нам только-только исполнилось 16, сказала Роза. Это был специальный барак для евреек и цыганок. Нас было 600 человек со всех стран Европы. Как вас зовут? Тихо спросила Наташа. Я видел, что она была так же ошеломлена, как и я. Я Мария Николаевна Гонтарь, промолвила та, что макала печенье в чай. А мою подругу зовут Розалия Аркадьевна Гринберг. Мы бывшие артистки московских театров, заслуженные артистки России. Я проработала 30 лет в цыганском театре Ромэн, добавила Мария Николаевна, а Роза была ведущей актрисой театра на Малой Бронной. А сейчас мы живем в доме для престарелых на проспекте мира, сказала улыбаясь Розалия Аркадьевна. Там все очень милые, к нам относятся прекрасно, но вы не можете себе представить, как нам надоели эти бесконечные расспросы о наших татуировках. Я не смог больше работать. Я был не в состоянии взять в руки татуировочную машинку. Мне стали ненавистны татуировочные узоры, рисунки, портреты и пейзажи. Целыми днями я лежал на диване в полузабытие, почти не ел и покорно принимал из рук Наташи таблетки от депрессии. Через месяц мы с Наташей продали наш бизнес и забрали взнос за усадьбу на Рублевском шоссе. В нашей квартире на Таганке мы вытащили из кладовки гигантский подрамник с натянутым на него холстом и сняли с него густо запыленные простыни. Вот на этом пустом холсте я и напишу наконец мой шедевр «Мое освобождение Освенцима». Три месяца спустя я нанес на холст последний мазок, отложил кисть и сел обессиленный в кресло. Наташа позвал я. Наташа вышла из кухни, встала за моей спиной и положила мне руки на плечи. Мы молча смотрели на нашу картину. В ней было все то, что я задумал много лет тому назад. Мрачные башни газовых камер, закопченные печи, где жгли трупы, толпы спасенных узников в полосатых куртках, истощенные лица, кровь и слезы, советские танки и танкисты-спасатели. Но было там и нечто новое. С переднего плана, смущенно улыбаясь, нас смотрели Роза и Маша, шестнадцатилетние девочки с совершенно седыми головами. Они протягивали к нам свои левые руки, непропорционально огромные, искаженные, грязные руки, на запястьях которых были врезаны острым ножом две сочащиеся кровью татуировки. Цифры пятьдесят три тысячи шестьсот сорок четыре и пятьдесят три тысячи шестьсот сорок пять. Храни вас, Господь! Обнимай вас душой, яхонтовые мои! Субтитры восемь! Субтитры